всем добрый день приветствую всех на своем канале вязание крючком и спицами меня зовут индира сегодня я покажу вам свои готовые работы немного процессов и свои покупки пряжи вот на данный момент я закончила комбинезон очередной комбинезон на малышку 69 месяцев вот такой вот он получился с градиентом весь не помещается в экран вот вязала я его из пряжи alize shikerim baby начинала вязать сверху вниз набрала на капюшон 75 петель в 2 нити спицами номер четыре с половиной вязала сверху вниз регланом сверху в конце вот сшила капюшон и сшила ластовицу вот здесь я делала прибавки через ряд по 2 петли чтобы вывязать ластовицу так вот такой вот комбинезон у меня связался градиентом пряжи пряжа вот alize shikerim baby 100 грамм 100 грамм 320 метров этот цвет бежевый очень нежный цвет почему-то не фокусируется цвет 491 так остальные этикетки у меня не сохранились а кстати вот это вот розовая пряжа вот который я вязала пинетки вот такие это детская новинка цвет ярко-розовый вот в две нити тоже вязала спицами номер четыре с половиной наверху сделала такую резиночку один на один и снизу вывязала пинетки вязала двумя спицами на двух спицах вяжется очень легко сзади вот имеется вот такой шовчик вот затем я связала вот такой чепчик тоже градиентом тоже спицами четыре с половиной в две нити швы все наружу вот такой красивый прям нежный мне очень нравятся эти цвета именно сочетание желтого и розового отпарила после отпаривания настала пряжа изделие вообще стал очень мягким нигде ничего не скрипит вы знаете что shikerim это стопроцентный акрил детская новинка также но несмотря на это это очень мягкая пряжа вывязывала вот регланом сверху росток я не делала это на размер наверное 69 месяцев бога его не измеряла сейчас попробую измерить и вам скажу сколько санте девочки от макушки до конца получается 78 сантиметров если не не делать отворот комбинезон конечно на вырост хватит надолго его носить как раз на весну будет девочка одевать рукава я вот вывязала это 16 сантиметров и плюс еще довязала манжеты получилось в общем 21 сантиметр от подмышек регланная линия у меня должна быть это 14 сантиметров в последнее время я не вижу комбинезоны которые совсем маленькие потому что я как-то связала на 0 3 месяца заказчица то хотела конечно потом она попросила связать еще один комбинезон ну сказал надо было мне заказывать на вырост ребенок быстро растет и она захотела еще один комбинезон пришлось вязать на 6 9 месяцев хотя говорю 69 мои комбинезоны вот которые я вижу на 6 9 месяцев носятся до года даже в год одевают дети есть даже моя племянница в год носила хотя я связала и на новорожденную на вырост тоже вот комбинезоны очень удобны и я не скажу что они супер теплые да но они хорошо держит тепло главное одевать не так не на такой сильный холод есть такие вот вязальщицы которые сшивают флис внутри это было бы вообще круто я не умею шить поэтому я не вшиваю флис хотя можно научиться конечно так сейчас я скажу по объему груди так обхват груди до 28 сантиметров обхват груди это 56 общий да вот и скажу ножки сколько сантиметров получились на ребенка в общем вот тоже ножка от ластовицы ходит 15 с половиной сантиметров и плюс еще манжет 6 сантиметров вот чип на чипчик я набирала 60 петель да я не делала расчет я просто набрала на спицы 60 петель связала до макушки так сначала связала резинку вот три сантимет два с половиной сантиметра потом в общем у меня вышло вот вот тут вот начались убавки да в общем получилось где-то 13 сантиметров я связала вот с резинкой вместе да потом начала вывязывать делать убавки убавки я делаю постепенно начиная вот отсюда где-то начала я делать убавки сначала в каждом ряду а сначала через два ряда делала потом в каждом ряду и того у меня здесь осталось три петли я отрезала нить набрала по кромочной с двух сторон спицами петли и начала вязать так как я начала вязать начала вязать с лицевой стороны вот отсюда вода присоединила нить и начала вязать резинку вот связала резинку резинка у меня тоже где-то два два с половиной сантиметра вот и вот такой вот чипчик получился последнем ряду когда уже перед закрытием я когда дохожу до этой петли да я снимаю эту петлю на крючок набираю 50 петель потом возвращаюсь крючком соединительными петлями назад потом закрываю 2 вместе 2 месяц вместе закрывая потом здесь тоже последнюю петлю которая останется я ее тоже на крючок на крючке набираю 50 петель возвращаюсь и вот здесь вот уже закрепляю нить и прячу ее и это такая неотрывная неотрывной шнурок получается вот такие чипчики их очень много мастер-классов в интернете вы можете посмотреть вот про комбинезон уже все сказал в прошлом видео где и я рассказывала как я вижу таких как из капюша комбинезоны как бы описание и сделала такое небольшое да вот в принципе здесь у меня на капюшон набирается 75 петель дальше вяжу вниз 25 сантиметров и когда примерно дохожу до 22 сантиметров я начинаю делать убавки таким образом чтобы у меня здесь осталось пятьдесят три петли на горловине и эти 53 петли я делю на рекламные линии в прошлом видео у меня есть просто страть с собой не взяла и вот таким вот образом я вывязываю комбинезон здесь у меня и корт три петли оставляю на и корт и пуговицы у меня как всегда хендмейт вот такое вот изделие у меня готова то есть это мой очередной заказ он отправится к малышке принцессе маленькой вот теперь сейчас я вам покажу тоже очередной заказ и сейчас вижу начала то есть сегодня с утра у меня была пряжа ализе суперлана макси вот у моей подруги есть маленький сыночек ему два годика тагирчик у я ему когда он родился связала шапку из пряжи бонбон классик внутри вшила то есть не вшила ввязала этот подклад из софте я помню эту шапку да если найду фото я вставлю сейчас ему скоро в декабре будет два годика он уже эта шапочка уже не закрывает ему затылок она отправила мне фото горит нам срочно нужна шапка и вот я начала шапку из ализе суперлана макси так я не знаю буду я делать подклад или нет ну пока вижу посмотрим она и так толстая суперлана макси да это 100 грамм 100 метров 25 процентов шерсть 75 процентов акрила это одна из любимых пряж моих вот вижу спицами круговыми на леске 40 сантиметров четыре с половиной номер спиц набрала я на спицы 75 петель до 74 петли вообще до 1 петля для присоединения в круговую этого набирала 75 петель сейчас у меня спицы 74 связала я вот так сейчас я измерю сколько сантиметров меня на глаз так пять с половиной ну почти шесть сантиметров я связала потом поменяла как бы местами чтобы зафиксировать отворот и сейчас вот вывязываю дальше резинку дальше я еще не придумал какой я буду делать узор по ходу придумаю следующем видео вы наверно увидите какой это какая получится шапочка я думаю он уже двухлетний ребеночек может быть не буду узоры делать просто свяжу платочной вязкой или же сделаю например 5 лицевых 1 изнаночную что-нибудь такое придумаю или может быть не косо а такие переплетения между этими рядами сделаю что нибудь такое сделал чтобы это было мальчиковская вот ушки если хватит пряжи вы ушки по-любому буду делать потому что и завязки и ушки надо делать если вдруг не хватит пряжи у меня есть такой цвет пряжи детская новинка если что ушки сделаю две нити из него и завязки если не хватит мне пряжи потому что у меня всего лишь один моток смотрите он уже похудел очень сильно надеюсь что хватит вот еще я недавно купила пряжу у нас в городе ахтюбе была распродажа в магазине в мире пряжи и там я купила пряжу супер лана классик сейчас остальную пряжу тоже покажу вот тоже супер лана классик в 100 граммах 280 метров 25 процентов шерти и 75 процентов акрила так я не сказала вам цвет этой пряжи сейчас скажу красивый мятный цвет 522 вот а это такой вот сиреневый цвет color номер 295 вот вот такую пряжу приобрела и начала вязать шапку для дочь тоже утром сегодня начала набрала я на спицы номер три с половиной леска 40 сантиметров спицы три с половиной это так набрала я девяносто одну петлю до девяносто одну петлю одну петлю для присоединения того здесь у меня на спица 90 петель вяжу резинкой 2 на 2 замеры никакие не делала расчеты никакие не делала набирала на глаз как и эту шапку я набрала на глаз да и эту шапку тоже я набрала на глаз потому что это резинка 2 на 2 она по-любому будет ну как было так стягиваться до узор сверху я еще не придумала недавно зашла на канал ольги викторовой не и посоветовала жанна до канал вижу жанной вот ольга викторова у нее столько много разных узоров прям таких классные целых два часа потратил на то чтобы выбрать несколько узоров на шапку из них буду еще выбирать тоже следующем видео увидите какая-то будет шапка может быть с ним сниму описание а может быть и мастер-класс на эту шапку вот вот такую пряжу я купила по суперской цене очень дешево 550 тенге это 550 тенге если в рублях считать на 6 разделите получится рублях вот очень дешево по нашему так теперь покажу вам пряжу которую я купила начну с этих моточков это пряжа суперлана классик к сожалению этикетку я не смогла найти но это целый моток цвет этой пряжи я также не знаю это такой у вас как хаки показывает на самом деле он более такой зелено мятный один из моих любимых цветов на данный момент такой что вообще не видно цвета такой мятный здесь он вообще прям хаки показывает на самом деле он такой мятный красивый цвет вот вот такая вот пряжа один моточки взяла последний тоже со скидкой был затем я взяла вот столичком корки детская новинка 5 моточков это я взяла на пинетки чтобы обвязывать подошву цвет суровый очень такой красивый цвет мне тоже понравился белого не было страшного вот таким цветом отвяжу затем я взяла уже дальше у меня пойдет пряжа alize angora gold вот цвет это 55 тоже вот было поступление пряжи у нас как бы магазин так недорогой купила 4 матка alize angora gold 100 грамм 550 метров здесь у нас идет 80 процентов акрила и 20 процентов шерсти этот цвет номер 55 камера никак не сфокусируется очень такой белый цвет нежный в планах да у меня большие планы может сказать план у меня недавно я заходила на канал альбиной вязание жизнь там у нее есть мастер-класс по вязанию шали есть шар султан есть шаль клематис я думаю какую связать хочется очень вот одно из них я свяжу наверное белым цветом а вообще я хочу начать вязать шапки еще если останьте свяжу шапку сначала буду вязать шаль хочу очень прям хочу попробовать вот вот такой белый цвет это все все у меня на продажу будут вязаться затем вот два матка вот таких здесь цвет прям правильно передается этот цвет номер 506 такой как сказать бежевый такой приятный цвет нежный вот тоже хочу попробовать связать шапки в три нити резинкой один на один с отворотом или с двумя отворотами посмотрим в 3 нити или в 4 я свяжу образец потом следующем видео я вам покажу что я вижу хорошо вот таких вот два матка еще такой вот цвет и джинс называется так цвет у нас 221 тоже вот такой вот красивый цвет джинсовый 221 потом горчичный мой любимый цвет можно сказать 02 колорита так меня дети отвлекли вот такой цвет горчичный 02 тоже очень красивый яркий цвет шапка из нее получится тоже очень красивая и яркая так еще вот такой бежевый цвет взяла тоже очень красивый нежный в общем гора горт пряжа нравится очень цвет номер 95 и смотрите какая красота вот таким вот такой цвет этот цвет такой бы розовый но не чисто розовая такой немножко грязноватый до color номер 452 опять не фокусируется почему-то 452 тоже такой красивый цвет нежный прям очень нравится мне еще вот такой это сливовый наверно какой-то цвет цвет передается правильно 312 цвет вот мне очень нравится структурой этой пряжи классная потом вот такой цвет более такой вот как бы натуральный натуральный что ли не белый не бежевый не молочный такой вот кремовый что ли цвет номер 599 тоже пряжа классная прям то есть цвет классный выбирала из большого ассортимента цветов было тяжело выбрать потому что хотела взять все взяла все по два моточка и наконец вот этот вот зеленый надеюсь будет передавать более-менее передаетесь этикетка порвалась вот вот этот зеленый да они чуть похожи на самом деле вот это немножко темнее почти похоже вот такой вот красивый мятный цвет это не мятный ну или такой чем темная мята наверное как-то так будет цвет у нас номер 515 вот такой классный цвет у меня все время что-то с фокусировкой проблемы вот вот такая вот небольшая горка пряжи у меня сегодня у нас пасмурно поэтому наверное не так светло будет ничего страшного вот на этом я буду заканчивать свое видео вот такие у меня сейчас на данный момент процессы буду вязать шаль начинать шапки еще хочу на продажу связать пинетки с подошвой из ветра конечно все это нужно время но надеюсь и все успею вот спасибо всем за внимание спасибо что были сегодня со мной желаю всем успехов с первыми праздниками до вас с первым днем зимы можно сказать сегодня второй день зимы на самом деле 2 декабря вот всем успехов и всем пока спасибо за просмотр!